Приветствую вас, друзья, на YouTube-канале Футмол. Сегодня мы пообщаемся с 14-летним футболистом из Академии Португальского Порта. Артём и его мама почти два года назад переехали в Португалию из Одессы. Мы поговорим о том, какой детский португальский футбол, в чём его отличие от украинского футбола, как ведут себя тренеры, как ведут себя родители. Поговорим как с мамой, так и с Артёмом. Смотрим. Удар! Нет, удар не получилось. Мяч Валентина Нового. Паста зад Кусаину. Удар по ротам. Ну, удар! Гол! Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже представил вас нашим зрителям. Это родители юных футболистов постсоветского пространства, не только, и мира в целом русскоязычные. Это тренеры. Вот ваш путь, вы уже два года почти находитесь в Португалии. Ребёнок из Одессы, из Черноморского... Из Одессского Черноморца, извините. Переехали вы в Португалию. Сейчас ребёнок занимается в системе Академия Порта. Вот расскажите в двух словах, как родитель. В чём изменился вот именно ваш футбол, как родителя, как вы увидите? В чём отличие португальского детского футбола от украинского детского футбола? Хорошо. Сейчас буду много хвалить португальский футбол, потому что всё-таки в чём же отличие? Это в более профессиональном подходе. Здесь подход вообще к футболу, отношение к футболу, к тренерскому процессу намного более профессиональным. На мой взгляд, я не специалист в футболе, но как мама могу отметить то, что эмоциональное состояние ребёнка вот за более чем полутора лет, оно намного-намного изменилось. Потому что всё-таки в первую очередь это приоритет в португальском футболе – это отношение к детям, это отношение к члену команды. В принципе, сама по себе нация очень бережно относится к детям, очень уважительно относится к детям. И сам тренерский состав, на то, что я обратила внимание и то, что меня подкупило очень сильно, тренерский состав к каждому участнику относится очень-очень внимательно, очень бережно, то есть они устанавливают, скажем так, с детьми близкий эмоциональный контакт. Здесь нет системы наказаний, здесь есть только система поощрения. Они отслеживают сам тренерский состав, отслеживают эмоциональное состояние ребёнка в результате игры. При каждом клубе порта существует психологическая служба, то есть есть состав психологов, которые работают с детьми в случае выявления какого-то дискомфорта эмоционального. есть служба нутрициологии и диетологии, следят за питанием своих участников, за культурой питания, информируют постоянно о полезных продуктах, которые способствуют развитию мышечной массы, соответственно, возрасту ребёнка, как правильно питаться, как правильно восстанавливать себя после сложных тренировок, что кушать важным, в смысле вообще перед матчем, как питаться после матча, чтобы восстановить свою мышечную массу. То есть здесь, я тоже не специалист в этом, но я вижу, сколько этому определяется внимание, уделяется внимание, меня это очень сильно радует. Медицинские центры существуют при каждом клубе, то есть в клубе независимо, это официальный матч, это тренировка, присутствует постоянно медицинский состав, то есть присутствуют медики. При каждом клубе существует медицинское оборудование, то есть это УЗИ, рентгены, то есть они сразу могут на месте диагностировать ребёнку, диагностировать травму, или это усып, сразу применяют на месте скорую помощь, поэтому не только скорую помощь, а и лечащий процесс, правильно я выражаюсь? Да, да, да. Это, конечно же, очень сильно подкупает, но меня как матери больше всего нравится сама эмоциональная атмосфера, моральная атмосфера, потому что за этим очень следят, этому уделяют много внимания. И где-то, если ребёнок на тренировке, или на каком-то матче, или был с плохим настроением, или там что-то не получилось, он там расплакался или что-то, просто поднимается этот вопрос, и обязательно его без внимания никто не оставит. Будут выяснять причины, что там в семье, что там в школе, какие там могут быть проблемы, обязательно будут предлагать помощь, чтобы это устранить. Обязательно, потому что сейчас подведу вообще к главной причине, в чём отличие футбола на постсоветском пространстве, так мне кажется, это моё личное субъективное мнение, и в Португалии. Это у нас, нас воспитывают так, что мы должны быть, помните лозунги эти, выше, сильнее, быстрее, а здесь не создают неэкологичную конкуренцию между детьми. Здесь детей учат игре в футбол не для победы какой-то сверх, а для того, чтобы ребёнок был счастливым. То есть они создают все условия для того, чтобы ребёнок был просто счастлив, чтобы он просто любил футбол и показывал в нём результаты. Всё, здесь нет вот этого «давай быстрее, ты лучший», там «ты должен победить», «ты должен всех просто обойти, перегнать» и так далее. Здесь вот этой истории, её как таковой нет. То есть здесь у детей, вот как мне кажется, именно из этого правильного подхода формируется правильная мотивация, да, вставать лучше, правильная мотивация развиваться и правильная мотивация достигать каких-то определённых спортивных уровней в этом виде спорта. Опять же, повторюсь, это моё субъективное мнение, но меня это очень сильно удовлетворяет, потому что эмоциональный фон ребёнка совсем другой. Он приходит в тренировки счастливый, он идёт на тренировку счастливый, он приезжает с матча, даже когда они проигрывают, он приезжает, да, но тем не менее ребёнок в перманентном состоянии счастья находится, ему нравится всё, что происходит, потому что у него нормальная, правильная коммуникация с тренерами, у него нормальная, правильная коммуникация там с сотрудниками, у него нормальная, правильная, здоровая коммуникация с детьми. Организаторы так всё делают, чтобы сдружить, сплотить команду, то есть в свободное время. Или после тренировок они могут организовать им отдых там в ресторане, чтобы они покушали какое-то национальное место блюдо, потом поиграли в бильярд или в какие-то игры, для того, чтобы они проводили какое-то время вне тренерского процесса. И это тоже их сплочает, они дружат, они общаются между собой, они как-то друг друга поддерживают, они помогают друг другу. То есть это нормальная история. Я не хочу как-то ругать наш футбол, но я просто помню этот процесс, когда тренер, вот он так, ну то есть там можно на ребёнка поднять, повысить голос, можно на ребёнка уличить его, то есть там постоянно уличение в ошибках. Там постоянно уличают ребёнка в ошибках. Ты не туда ударил, ты не так сделал. Как обычно, родители ждут ребёнка после тренировки. После тренировки мы наблюдаем за футболом или на матчах. Это постоянно какие-то маты, крики. И дети берут пример. Сама команда берёт пример с тренера, и вот это какой-то буллинг начинается. И мы это нормально воспринимаем, это нормальный образ нашей жизни. Для меня это сейчас уже просто как-то спустя два года, мне кажется, это уже не таким нормальным, потому что сами дети начинают друг друга уличать. Куда ты ударил, куда ты смотришь, ты же дурак там. И вот они друг друга потихонечку начинают выискивать, кто слабое звено, кто сильное звено. Здесь такой истории нет. Даже самый слабый мальчик может нормально коммуницировать с сильными участниками команды. У них это какая-то гармоничная происходит коммуникация между всеми ними. И это нормально. Здесь нет этого. Если я дружу с этим, значит, я крутой. Или наоборот. Здесь все как-то со всеми общаются, дружат, как-то по интересам сходятся. Ну, то есть, меня это как-то, как маму, очень радует. И это отображается, естественно, в жизни ребенка точно так же. Да, она отзывается, что вы говорите. Получается, что вы видели на постсоветском пространстве, мы говорим про Украину, но то, что вы говорите, я вижу это и в России, и в Казахстане, и в Беларуси, и в других странах. Это когда результат счет является самым главным. Ради этого счета на игры превращается в какой-то такой эмоционально-негативный окрас на основании спортивных результатов и кто как лучше играет в футбол, формируется отношение. А вообще получается, что результат является конечной целью этого всего действия. и Португалия, где вы видите, что цель это такое гармоничное, нравственное воспитание ребенка как части социума через футбол. Абсолютно так. Да, и это разные подходы. И то, что вы сейчас говорите, вы видите, что у вас уже внутри формируется вот это вот везде формируется мотивация постоянного развития, потому что это интересно, это удовольствие, это радость и, как вы говорите, экологичность. Конечно, здесь нет системы выживания, мне нужно любой ценой там победить, выжить, чтобы меня признали. Меня здесь наоборот, это в Украине, а здесь наоборот, меня признают таким, какой я есть. Но я буду вставать, я буду стараться вставать лучше, чтобы быть и дальше частью этой системы, понимаете? Вот как я это вижу. И это больше мотивирует, потому что ребенок в постоянном состоянии тревожности или стресса, да, или там сделать ошибку, ошибиться или что-то не так, это же, вы же, я уверена, ваша профессия, да, она говорит о том, что к чему это, к чему это все приводит впоследствии. Вот, мы это все прекрасно знаем. Не сегодня, так завтра, поэтому... Да, мы поэтому с вами об этом и говорим, чтобы вот через ваш опыт, чтобы вы этим опытом поделились. А скажите, а сколько у Артема заняло время на вот эту ментальную адаптацию? Ну, я думаю, что приблизительно, сейчас посчитаю, до полгода. Они, вы знаете, вот все общество, которое нас окружало, они сами по себе, сама нация, она очень тактичная, эмоционально здоровая. Конечно же, идеально здоровой нации не существует, но относительно, я считаю, эту нацию португальскую. Сейчас мы не будем говорить о других нациях, которые здесь находятся, потому что очень много эмигрантов. Страна, по сути, самая безопасная практически страна в мире, и поэтому сюда многие съезжаются. Но сами коренные жители, сами португальцы, они очень эмоционально здоровый народ. Они очень открытые, они в принятии, они не такие амбициозные, в плохом смысле, как наша нация в целом, как наши страны. У них самая большая амбиция, это как провести выходные с семьей, чем заняться и как получить удовольствие. Это самая большая их амбиция, по большому счету. Поэтому первые полгода нахождения Артема в клубе, они очень внимательно к нему относились. И знаете, вот не было такого, вот по сути, знаете, все-таки мы приехали с войны, да, вот с каких-то тяжелых условий, обстоятельств. Еще раз повторюсь, очень тактичные люди, и они не дали ни единого повода почувствовать себя хуже чем-то, чем они, или чем-то там, ну не знаю, может быть, ущербней. Они настолько тактично относились, равно, да, к ребенку, ни разу не затронув эту тему, ни разу, там как-то навязчиво не предложив там какую-то помощь. Это все настолько было тактично, настолько это все было гармонично, что Артему с самого начала было там комфортно. Просто еще старые какие-то модели поведения, да, у него были старые реакции, и все-таки вот это время на придирку, оно было. Но они очень дружелюбные, они очень френдли, они практически все такие. И как оказалось, что дети тоже. Ну, по сути, его и дети приняли, и взрослые, ну, нас приняли, да, вот как-то, как бы в свою большую семью, поэтому нам комфортно здесь находиться. Да, я помню, смотрел вот матчи, там, первые матчи Артема уже в Португалии, и я обращал внимание, что португальские дети для себя обращали внимание. Они играют на таком лайте, свобода, расслабон, этот гимн играет перед выходом. Прямо такая атмосфера праздника, а вот я смотрел Артем, Артем, когда делал какое-то действие, он ожидал, либо все скажут, что он лучше всех, да, а если он ошибался, то ему казалось, что его сейчас ударят палкой. Ну, вот я увидел это по его телу, как он себя вел, значит, он об этом думал. Да, и вот я понимал на тот момент, что, и мы с вами тогда разговаривали, что пока он не расслабится и не станет счастливым ребенком в этой среде, по сути, о развитии футболе к такому серьезному говорить не стоит, потому что ребенок весь в зажиме, вот по сути, вот это тогда, это было отчетливо видно, сейчас, вот уже прошло порядка двух лет, почти два года адаптации, я этого уже не вижу, то есть получается, что он уже ментально, он уже адаптировался. Вы абсолютно правы, и я вам очень благодарна, в многом, и конкретно в этом смысле, потому что, так как я уже сказала, что ним управляли старые реакции, да, вот по поводу похвалить, наш тренер, наш тренерский состав в Украине, это всегда про наказание, это всегда про крик, это всегда про обращение внимания на ошибку, это всегда про высмеивание, возможно, даже какое-то, да, и почему-то наши тренера считают это мотивацией, да, но психика у детей разная, я не могу сказать, что у Артема, она у него сильная, прекрасная, но тем не менее, так воспитываются наши дети, и это, я на это уже обратила внимание конкретно здесь, потому что, я же говорю, старые реакции, они управляли, и, конечно же, вот такая вот поддержка, профессиональная помощь в вашем лице, она сыграла колоссальную роль, потому что вы перенаправили Артема все-таки в сторону вот этого, вот этой безопасной, гармоничной коммуникации, да, нужно было подсказать ребенку, поработать с ребенком, и описать ребенку, вот, да, что он находится в безопасности, что, в принципе, это нормально, когда такое отношение, и ошибаться здесь тоже нормально, и, конечно, вы нам очень помогли в адаптационном этом моменте, потому что все-таки конкурентно, нас учили конкурентноспособности в Украине, да, нужно, нужно, нужно быть конкурентноспособным, нужно быть лучше всех, только тогда ты будешь нормальным, если ты, ну, неконкурентноспособен, если у тебя что-то не получается, ты ненормальный, да, с тобой взаимодействовать не будут, здесь такой истории нету, и, конечно же, на сегодняшний день действительно все совершенно по-другому. Да, видите, Анна, то есть получается в нашей с вами ментальности постсоветской конкурентноспособность, это значит находиться постоянно в тонусе, в зажатости, и понимать, что либо ты выиграл, либо ты проиграл, если ты проиграл, то это все, конец, конец чему-то, да, это постоянный страх. А здесь мы с вами говорим, про среду, которая создает конкурентноспособность вот этой мотивации развития. хочешь, 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 пожалуйста, ты решаешь. И тогда подключается творчество, и тогда подключаются коммуникации, когда человек понимает, что я хочу, да, а с партнером я стану еще сильнее. Абсолютно так. Знаете, вот конкретно подход, который наблюдала я, здесь нет наругать ребенка, выделить его какой-то, ну, недостаток, да, там, в его действиях или поведении, а здесь тренер, он уделяет внимание участнику команды, проводит с ним беседу, и он ему прямо вот в тренерском процессе, да, в тренировочном процессе, он ему рассказывает, раскладывает по полочкам тем языком, который понимает ребенок, да, там, профессионально совмещает, я же говорю, они устанавливают систему образования, без понятия, может быть, мне скорее всего кажется, что они сами по себе просто такие теплые, открытые люди, и он объясняет ребенку, как ему бы стоило бы поступить там лучше, или в следующий раз, или как правильно поступать, а почему это неправильно, то есть там проводится действительно такой учебный процесс, у нас же этого не происходит, у нас просто считают, что все должны быть футболисты, ну, классный футболист это самородок, да, я не заметила у нас в Украине, хотя мы в профессиональном клубе занимались, да, это самый лучший клуб в Одессе был, я не заметила вот этого подхода, чтобы ребенку лично уделили внимание, или что-то объяснили, или вообще, чтобы всей команде что-то конкретно объясняли, ну, каким-то таким спокойным, нормальным языком, возможно, это только мой опыт, я не знаю, возможно, у кого-то другой опыт, конечно, когда мы находились, еще раз повторюсь, в Украине, для нас это казалось нормальным, ну, то есть, тренер лучше знает, он знает, как с детьми, его этому обучали, мы туда не лезем, все классно, да, но когда мы увидели разницу, я могу долго говорить об отличии нашего футбола, и отличия португальского футбола, потому что все-таки это страна футбола, они живут футболом, они обожают футбол, и они на высоком уровне все организовывают, для того, чтобы даже дети себя в 12, 13, 14 лет в обычном тренерском процессе, тренировочном, или вот в сезон матчей, да, или как это называется, чтобы они себя уже чувствовали этими звездами, чтобы они были в этом футболе, ну, чтобы они понимали, потому что у них, начиная все от носков, там, заканчивая вот этими всеми гимнами, песнями, приветствиями, болельщиками, это все на таком уровне, я просто, не знаю, у нас такого, к сожалению, нет. Получается, что мы с вами говорим про отличия, выделяем какие-то только позитивные моменты, что все хорошо, а нашему зрителю может показаться, что, ну, так не бывает, давайте с вами покопаемся, а что плохо, по сравнению, какие минусы? Я не могу выделить никаких минусов, для меня только плюсы, даже когда ребенка не берут, например, на игру, да, потому что в команде, к примеру, их там 20 человек, по-моему, да, а в игру берут 25, 25, вот мне подсказывает сын, а берут на игру всего лишь там 18, да, и вот какое-то количество ребят, да, иногда не попадают, но берут лучших же, правильно, но даже тех, кого не берут в игру, ребенок не страдает от этого, потому что ему уделяют внимание, ему объясняют, почему так, или вот так, или что, то есть, ребенок понимает, в каком процессе он находится, да, и от чего зависит его там участие, или там сегодняшнее неучастие, или какие-то другие моменты, конечно, эти все моменты по-разному переживаются, вот, поэтому я очень рада и очень благодарна вам за ту коммуникацию, то общение, которое у вас происходит с Артемом, потому что не только с помощью Португалии и португальского футбола у ребенка по сравнению с Украиной изменилось эмоциональное состояние, а еще во многом благодаря вам, я вам за это очень благодарна. Спасибо, а скажите мне, пожалуйста, вот какие у вас ожидания, как у родителей от футбола Артема? Что вы хотите? Что бы вы хотели, чем бы для него был футбол? Честно вам ответить, я, как бы это ни звучало сейчас, я не фанат футбола, я никогда не была фанатом футбола, у нас в семье, кроме дедушек, тоже фанатов футбола нет, и сказать, что я вижу что-то конкретное, конечно, мы там все хотим видеть чемпиона мира, у нас большие, большие, мы можем поставить большие амбиции, но я лично как мама просто хочу, чтобы ребенок был счастлив. Вот, мне нравится, что он в профессиональном спорте, мне нравится, что он осознает правильность образа жизни, ну, сопоставляет со своими целями в футболе, мне это очень сильно импонирует, и я, я в этом плане за него не переживаю, что он от бездействия там будет заниматься с чем-то не тем, да, или там чем-то не так, я, мне нравится, что он в профессиональном спорте, ожидания какие, ну, лишь бы ему было хорошо, лишь бы он был счастлив, лишь бы ему это нравилось, лишь бы он себя там реализовывал на все сто процентов, вот у меня вот такое отношение к футболу. Ожидания, какие ожидания? Он будет счастлив, буду счастлива я, будет он в футболе или не в футболе счастлив, для меня это уже значения особого не имеет. Я думаю, что все-таки спорт в таком формате, в котором он у нас происходил и в Украине, и здесь, но больше все-таки здесь эта культура развита, он ему в будущем, в жизни ему очень многое даст. И там система планирования, система мотивации, структурирования, стратегия, тактика, я думаю, что ему это очень приходится всегда, в принципе, потому что это его взращивает. Поэтому, конечно, хотелось бы, хотелось бы нам, не то чтобы даже мне, я в этом ничего не понимаю, но вот когда общаюсь с Артемом, его спрашиваю, какие твои там цели, какие твои планы, какая твоя мечта, ну, конечно же, он мне их озвучивает, и я только за, если он к этому придет. Да, мне кажется, что ваша мотивация, она очень похожа на мотивацию португальских родителей. Вот по тем матчам, которых я смотрю, у них футбол это праздник, просто вот это прямо вот такое ощущение, как будто это такое вот место проведения домашнего досуга, где взрослые получают удовольствие от игр своих детей, всех детей, и отмечают только положительные моменты со знаком плюс, делают на них акцент. Да, абсолютно. Абсолютно так. И вот недавно, кстати, в группе директор клуба нам пишет родителям, потому что они тоже такие эмоциональные, все горячие, португальцы, да, они там могут, что-то там, судья неправильно, там, кого-то засудил, там, они могут там повозмущаться, что-то там, вот, поспорить. И вот директор недавно пишет в группу родителям, он говорит, слушайте, родители, у нас у всех с вами общая одна цель, да, привести нашу команду к победе, ну, к победам сезона. И говорит, я вас очень сильно хочу попросить, ну, это я сейчас сокращаю до смысла, да, он это все расписал, что я вас очень хочу сильно попросить, не указывать детям на их ошибки, да, не акцентировать внимание на их там поражениях или ошибках, а находить какие-то поводы, чтобы их поддерживать, чтобы, ну, находить какие-то поводы, чтобы их хвалить, чтобы сохранить их дух, вот этот позитивный, да, и вот даже когда команда проигрывает, у них традиционно после завершения игры как победители, так и проигравшие все родители выстраиваются в колонну, в линию, и все, все члены команды, вся команда идет и все должны обязательно дать пять, таким образом, вот родители выражают свою поддержку всей команде, это тоже здорово, это тоже классно. Анна, последний вопрос нашим родителям тоже будет интересно, он традиционный вопрос, вот футбол в Португалии платный или бесплатный для родителей? Футбол в Португалии платный. Бесплатного футбола мне Артем сейчас подсказывает, что в следующем году, то есть там в 16 уже футбол становится бесплатным, то есть там уже конкретно, я так понимаю, что агенты, да, на данный момент футбол платный в Португалии, да, за все нужно платить, абсолютно за все нужно платить, да, здесь бесплатного я еще не увидела. Да, это такие развитые футбольные европейские страны, если не секрет, о какой сумме идет речь в месяц, сколько вы платите в месяц за футбол для нашей аквазитории? 50 евро. Прекрасно. Анна, спасибо вам за такое интересное общение, это было приятно, теперь будем общаться с Артемом. Да, и позвольте позвольте мне еще раз вас поблагодарить, выразить вам благодарность за вашу поддержку, скажем так, за правильную направленность Артема и за его правильное эмоциональное состояние. Я вот с тех пор, как мы начали с ним работать, коммуницировать, я очень-очень рада состоянием своего сына. Ну, мне кажется, это каждая мама, для нее это самая важная история, поэтому я вас еще раз очень сильно благодарю. Спасибо. Артем, ну, здравствуй. Здравствуйте. Ну, вот мы сейчас общались с твоей мамой по поводу ее ощущений, ее опыта твоего футбола. Расскажи, пожалуйста, свою историю, переезд. Помнишь ли ты свои первые ощущения от первых тренировок в Португальской академии? Сравни их с тренировками в Украине. В чем отличие? То отличие, которое было сразу. Начнем, наверное, с переезда, как мы переезжали сюда. Было, конечно, тяжело переезжать со своей родной страны, в лицо новый коллектив, новый менталитет было, то есть все сложно принять, Первые тренировки было страшно. Думал, что в Украине они будут булить, будут не принимать тебя, но оказалось, все наоборот, все намного легче, оказалось, стали поддерживать. Для меня это очень большой бонус здесь. А скажи мне, как сейчас ты себя чувствуешь? Потому что прошло почти два года, ты уже чувствуешь, что ты ментально стал как они? Думаю, да. На футбольном поле сейчас улыбаешься во время игры? Ну, не плакать же. Но, во всяком случае, не ждешь уже, когда кто-то на тебя накричит или скажет где-то ошибся? Играешь с удовольствием? Думаешь только про игру? Да. А так интересно, ты мне недавно рассказывал про случай, что одного из твоих друзей пригласили в топ-академию, которая играет в Национале, вот, и он не пошел, потому что здесь у него друзья, да? Да, да. А куда его приглашали? Клуб еще есть. И он сделал выбор в пользу своих друзей, чтобы остаться с ними в команде? Все верно. Отлично. Расскажи немножко про свой тренировочный процесс. Сколько у тебя сейчас вот в системе порта, сколько у тебя тренировок в неделю, какой они продолжительностью, как часто вы играете? Три тренировки в неделю по полтора часа играем в одну группу в неделю. То есть в воскресенье либо в субботу, как удобно выберут ночь. А тренировки, расскажи немножко про тренировки, полтора часа. Чем вы занимаетесь? Тебе сейчас там 14 лет, правильно? То есть 14-летние футболисты. Значит, чем вы занимаетесь на тренировочном процессе, как построена сама тренировка? Ну, первые 15 минут, пока тренера подготовили материал, нам дают задание определенное количество, 5 минут, 10 минут побегать вокруг поля, потом индивидуальная растяжка, а уже потом нам объясняют упражнения, сначала идет пресс-старт, ну, это старт к основному, уже к игре, к упражнениям на удары, на такую технику. А пресс-старт это после растяжки где-то попасоваться, где-то сделать пару рыбочков с мячом, такое что-то. Каждая тренировка, она новая, не похожая на себя? Иногда повторяются, скорее, вот, может повториться в течение двух недель, могут повторяться тренировки, так как мы прорабатываем один материал, и чтобы прорабатывать один на играх уже. А перед тренировками о чем говорит тренер? Как он объясняет тренировку? Приведи пример. Полностью он рассказывает план тренировки, что будет, что мы будем делать. Еще он уделяет пять минут, уделяет нам внимание на ошибки. Уже после тренировки мы подходим к тренеру, у нас есть час после тренировки, когда мы идем в душ, раздевалка, у нас есть время подойти к тренеру и с ним поговорить лично. О чем можно разговаривать с тренером? Какие вопросы можно задавать? О своих ошибках, расспрашивать, чего не хватает, тем же ребятам, которым сложно тоже переезжать из других стран. У нас бразильский мальчик, вот тоже типа такая же система. То есть получается на любой вопрос можно получить ответ. А тренеры как доброжелательно делятся информацией? Полностью. Они на одной волной с игроками, это не 40-летние, 50-летние люди, это 20-летние, 30-летние профессионалы, которые выпустились после университета и поговорят с собой на любую тему. Расскажи, пожалуйста, в играх вот игровое время, как оно распределяется? Сколько человек в команде, сколько человек участвует в игре? На каких позициях конкретно ты играешь? Это одна позиция либо несколько позиций? Расскажи про свой опыт. Ну, игровое время распределяется так. Это, в первую очередь, индивидуальность на тренировке. И она распределяется очень грамотно, так как всем нужно играть, никого не отделяют. Если вот мы играем, условно, мы играем сейчас в команде А, это первый состав. В команде в принципе не может быть слабеньких игроков. И по этому принципу уделяют всем игровое время. У нас нет ослабления, у нас вот только базовые игроки, которые помогают команде. По своему опыту я играю сейчас левым полузащитником и опускаюсь до левого защитника либо же поднимаюсь до левого нападающего. То есть три позиции у тебя есть сейчас на футбольном поле? Ну, так же по ситуации, если получаем красную карточку, любая замена не по позиции, то меня могут перетянуть в центр. Перед игрой, когда ты попадаешь в основной состав, о чем, что тебе говорит тренер? Ничего. Если у меня нет вопросов, он мне ничего не говорит. В плане только если какие-то ошибки и какие-то вот у меня неуверенность какая-то, он может подойти и лично со мной поговорить о чем-то. После игры ты имеешь в виду, да? До игры. Если какая-то неуверенность и какая-то психологическая проблема, либо же он меня связывает с Холком и я иду и разговаривать с ним. Это условно. Окей. А скажи, после игры о чем разговаривает с тобой тренер? Опять же, лично, если у меня есть вопросы какие-то, а так он разговаривает только с группой. И разговаривает он про ошибки чаще всего. Как это выглядит? О чем он конкретно говорит? Вот приведи пример, например. Ну, он собирает у нас группу. Допустим, на игре у нас была какая-то вот всей командой какая-то ошибка была, то есть, и вот он ставил цель на нее, он разговаривал про нее, так сказать, даже не так правильно выразиться. Вот, допустим, есть одна ошибка в команде, да? И вот все игроки повторяют одну и ту же ошибку. он разговаривает именно про нее. А так, единолично он может только подойти и с игроком про нее поговорить. То есть, он говорит про ошибку и говорит, почему эта ошибка происходит, и он не говорит, что кто-то виноват в этой ошибке, он говорит, как эту ошибку можно решить. Ну, корректнее, да. Здорово. А когда ты играешь во время игры, ты чувствуешь напряжение, что ты можешь ошибиться и тебя могут наказать? Нет. Такого, в принципе, не происходит здесь. Я помню, вот делился с твоей мамой, я помню, твои первые игры смотрел, и мне казалось, что тогда, что когда ты теряешь мяч, или что у тебя сразу такое, ты сжимаешься, как будто ждешь, что тебя накажут, и наоборот, когда у тебя что-то получалось, было такое ощущение, что тебя похвалят и восхвалят, возвысят до небес, скажут, какой Артем суперфутболист. Помнишь это свои ощущения? Да, было дело. А сейчас ты изменился, поменялся, чувствуешь это? Ну, я думаю, да. В таком состоянии тебе легче играть? Да. Прекрасно, Артем. Расскажи, пожалуйста, про свое футбольное будущее, каким ты его видишь в 14 лет? Чего ты хочешь? В 14 лет или про будущее? Я сейчас 14 лет, вот в 14 лет своих, каким ты видишь свое футбольное будущее и чего ты хочешь? Ну, в первую очередь я еще пока не вижу. Мне нужно упорно работать, чтобы этого достичь. А так, лично мои хотелки это, конечно же, вырваться в большой футбол, стать профессиональным футболистом и все в этом роде. А скажи мне, пожалуйста, а дополнительные тренировки в клубе присутствуют? Нет. Только вот ассоциация предлагает собираться с разным клубом, то есть ассоциация в порту и вот проводят тренировки, там всякие кемпинги и прочее. То есть три тренировки в неделю плюс игра? Да. А в следующем году сколько будет тренировок? Не знаешь? Я не знаю, в следующем году мы переходим в Драгонфорс, у нас будет уже только клуб, там будет все уже бесплатно, и там будет больше тренировок, там будут тренировки рано утром, там мы будем собираться бегать, будут тренировки вообще по разным нямам, они могут, ну это чисто от клуба все будет, не будет уже Драгонфорса. Там будут клубные доктора, клубные психологи, все будет клубным. Артем, ну прекрасно, я тебе желаю, чтобы ты оставался счастливым в футболе, ведь футбол это не цель, футбол это средство общения людей, средство получения удовольствия, поэтому я очень за тебя рад и в тебе успехов в Португалии, пусть твои мечты сбудутся. Кстати, знаешь, чем отличается мечта от цели? Чем? У цели есть план действий, то есть это та же мечта с планом действий, поэтому желаю тебе идти по этому плану и достигать своих целей, чтобы твоя мечта стала целью. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и напишите в комментариях, как вам это видео. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok